Немного остановимся на видах проводки. Она бывает двух разновидностей. Кабельная и выполненная из гибкого провода, шнура. Кабель поставляет энергию от потребительского щитка к выключателям и розеткам. Гибкий шнур применяется как связующее звено между розеткой и электроприбором. Обычно кабель изготавливается из двух заизолированных жил и оголенного провода заземления. Очень ответственно нужно подходить к выбору кабеля. Размеры кабеля варьируются от 1 квадратного миллиметра, используемого для осветительных целей, и до 16 квадратных миллиметров, используемых для присоединения счетчика к потребительскому щитку. Каждому размеру соответствует определенная сила тока и потребляемая электроприбором мощность. На экране показано место расположения распределительного щитка, к которому подведены трубки внутренней электропроводки и освинцованные провода, ведущие к счетчику, который находится за пределами жилого помещения. Выбирая сечение кабеля, необходимо проконсультироваться со специалистом в связи с разным энергопотреблением. Выбрав нужный нам кабель, начинаем укладывать его в трубках. Для этого понадобится эластичная пластиковая протяжка. Делается это следующим образом. Продолжение следует... Слишком сильно тянуть за протяжку не стоит, иначе соединение может разорваться. Таким же методом протягиваются все остальные кабели. Продолжение следует...